В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости. Компания Саров Инвест, победитель конкурса правительства Нижегородской области. Перспективы развития системы образования и планы на новый учебный год в Драмтеатре прошла городская педагогическая конференция. Школа добровольчества в молодежном центре открывается новое объединение. Далее расскажем обо всем подробно. Возрождение, будущее, безопасность, знания, наука, духовность. Таковы базовые понятия проекта «Большой Саров», который включает в себя перспективы развития нашего города. Его концепцию представили учителям школ и педагогам дополнительного образования на ежегодной августовской конференции. Согласно рейтингам, Саровская система образования по праву считается одной из лучших в регионе. В этом году наш город стал лидером в сфере молодежной политики. В школах Сарова работают пятеро педагогов, победителей отбора в конкурсе лучших учителей Нижегородской области. На конференции перед началом учебного года прошла торжественная церемония награждения педагогов. Учителя-предметники, тренеры-преподаватели, заведующие и педагоги детских садов, которые показали достойные результаты своей профессиональной деятельности, получили знаки почетных работников системы образования, грамоты Министерства образования и администрации города. К другим новостям. Еще семь семей Сарова улучшат свои жилищные условия. Из рук главы администрации города они получили денежные сертификаты, которые смогут потратить на покупку новых квартир или на погашение ипотечных кредитов. Семья Антоновых воспитывает троих детей. В программу они вступили в декабре прошлого года и, как многодетная семья, смогли вне очереди претендовать на участие в жилищной программе. Конечно, мы будем в Саровой покупать, в районе 15-го садика, куда ходят наши дети. Мы уже присматриваем, смотрим, ходим. Покупателей мы уже нашли на свою квартиру. В планах, чем быстрее, тем лучше все это сделать. Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости. Победителем в этой номинации стал проект жилого комплекса «Саровская ривьера» компании «Саровинвест». Директор компании Павел Харитонов лично получил награду от регионального министерства экономического развития. Церемония награждения прошла в гербовом зале Нижегородской ярмарки. Конкурс «Инвестиционный проект года» правительство Нижегородской области проводит вот уже 12 лет. Его номинантами становятся наиболее значимые для региона проекты в различных отраслях экономики. В этом году конкурс проводился по восьми номинациям, среди которых инвестиционный проект в сфере жилой недвижимости. Позвольте от всей души поздравить заранее всех победителей этой премии и заверить вас, что мы делаем всё возможное, чтобы ваши проекты были успешны и чтобы мы вместе с вами гордились вашими результатами. Победителем в номинации «Инвестиционный проект года» в сфере жилой недвижимости стал проект жилого комплекса «Саровская ривьера» компании «Саровинвест». Директор компании Павел Харитонов лично получил награду от Министерства экономического развития Нижегородской области. Огромное спасибо за оценку. Приятно осознавать, что усилия потрачены зря. Это лишь первый этап нашего большого проекта. Мы обещаем, что в будущем будем удивлять новыми проектами и их реализацией. Проект «Саровской ривьеры» не в первый раз отмечен специалистами строительного рынка и региональным правительством. Прошлой осенью при посещении Сарова в Рио губернатора Глеб Никитин высоко оценил уровень возводимого жилого комплекса и выразил надежду, что все застройщики региона будут стремиться к такому качеству. А год назад, в сентябре 2017-го, «Саровская ривьера» стала финалистом третьего градостроительного конкурса Минстроя РФ. Проект жилого комплекса был представлен на ВДНХ в рамках 4-го российского инвестиционно-строительного форума. «Саровская ривьера» – это проект, которым огромное внимание уделено деталям и благоустройством. Мы попробовали и, наверное, успешно создали по-настоящему комфортную среду для жителей с помощью различных проектных решений. В сегодняшний момент «Саровская ривьера» стала уже центром протяжения не только жителей, но и гостей Сарова. Проект комплексного освоения территории «Саровская ривьера» – это 54 гектара земли, на которых в общей сложности будет возведено порядка 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Проект продолжает развиваться. Продолжаются работы по благоустройству и строительству. Скоро появятся новые дома, а прогулочная набережная с зелеными газонами, декоративными деревьями и дизайнерскими лавочками протянется от Красного дома до плотины. Ее общая длина составит 3 километра. До декабря текущего года в домах номер 12 и 16 по улице Советской и в доме 31 по проспекту Музруково появятся новые лифты. Заменой подъемников займется подрядная организация. На эти цели из фонда капитального ремонта выделено около 11 миллионов рублей. Напомним, 16 новых лифтов уже установлены в нашем городе по программе капремонта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 4 сентября в 13.30 глава администрации Алексей Голубев проведет прием предпринимателей по проблемным вопросам. Записаться на прием можно будет у секретаря главы администрации по телефону 97770 или обратиться в приемную в кабинет номер 320. Со 2 сентября открываются регулярные прямые рейсы по маршруту Нижникамс-Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Полеты запускает авиакомпания «Руслайн». Рейс будет выполняться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород в 14.40, из Нижнего Новгорода в Нижникамск в 17.30. Ей всего 16, но своими танцами она покорила именитых хореографов не только в России, но и в Соединенных Штатах. Ольга Захарова, участница танцевальной команды «Ипскрю», провела пятидневный интенсив для саровских танцоров. Несмотря на награды и регалии, Оля не считает себя выше или лучше, чем те, кто пришли к ней на мастер-класс. Для девочки такие занятия, как обмен энергиями или чистое торжество танца. О том, чему учила Ольга Саровчанок в нашем следующем репортаже. Час за часом танцовщицы повторяют за Ольгой непростые движения, стараясь одновременно запомнить порядок действий и почувствовать музыку. Но самое главное, чему учит Оля, это получать удовольствие от танца. Она уверена, если человек влюблен в то, что он делает, он без труда справится с тяжелейшими нагрузками и добьется любых высот. Прежде всего, танцор должен кайфовать от того, что он делает. И тогда быстрее будет ловиться и техника, и все упражнения, если ты от них кайфуешь. И поэтому, главное, кайфовать. Но прежде всего техника. Вот техникой и целями ты себя двигаешь только вперед. Шесть лет назад Оля увлеклась танцами. Сначала занималась в маленьком подмосковном ДК. Потом решилась и прошла отбор в танцевальные команды Lil' Femme Crew и Apes Crew. На последнем чемпионате мира по танцам в Лос-Анджелесе Apes Crew, в составе которых танцевала и Оля, заняли первое место. Саров, юная танцовщица, приехала на пять дней с программой интенсива для воспитанниц школы танцев Storm Dance Studio. Оля 16. Но у Оля очень уже большой багаж знаний. Не только в одном направлении, а еще очень-очень много. И она, соответственно, с нами может поделиться очень-очень большим материалом и знает уже достаточно много. Каждый день девочки занимаются по 6-7 часов. Нагрузка колоссальная. Но чтобы достигнуть высоких результатов, необходимо много трудиться. Чтобы команда Apes Crew стала лучшей в мире, ее участники тренировались практически круглосуточно. Тяжело, потому что для нас это непривычно. Но хочется работать и работать. Но это очень интересно. Это мотивирует и хочется еще больше и больше заниматься. Оля – это безумно крутой человек, просто талантливый. И это человек, у которого очень много внутренней энергии. И это очень заряжает. И хочется танцевать, танцевать, танцевать вместе с ней. Больше узнать об Ольге Захаровой и о ее творческом пути, о командах Lil'Fam Crew и Apes Crew вы сможете из актуального интервью, которое выйдет в эфир на канале 16 4 сентября. Городской клуб волонтеров «Инсайт» молодежного центра воспитал не одно поколение активных и неравнодушных к жизни общества юношей и девушек. Подростков в майках с логотипом клуба можно встретить на акциях по пропаганде здорового образа жизни и городских праздниках. В предстоящем учебном году в молодежном центре открывается новое направление – школа добровольчества. Михаил отправится учиться на большую землю и постигать азы психологии. Эту профессию выпускник клуба «Инсайт» выбрал отчасти благодаря тому, что когда-то решил попробовать себя в добровольчестве. По сути, это все равно какие-то вложения, и они тебе приходят обратно. И, по сути, ты больше намного получаешь. То есть и эмоции, и какого-то самоулитетворения. Больше десяти лет педагоги городского клуба волонтеров «Инсайт» воспитывают активных и неравнодушных к жизни ребят. Это направление с каждым годом становится все популярнее в подростковой среде. Поэтому в год добровольцев в России было принято решение открыть на базе молодежного центра еще и школу добровольчества. Это абсолютно другая программа, потому что «Инсайт» у нас нацелен на профилактику, на здоровый образ жизни. А школа добровольцев будет больше знакомить будущих волонтеров с направлениями, чтобы в будущем они смогли выбрать для себя какое-то направление и в нем далее работать. Не обязательно в «Инсайте», они могут уйти в какое-то другое волонтерское направление. Сначала участники школы добровольчества познакомятся с теорией, а потом на практике отработают полученные знания. Волонтеры будут принимать участие в городских акциях, спортивных праздниках и различных программах. Подробнее о школе добровольчества можно узнать 30 августа в 18.00 на дне открытых дверей в молодежном центре. Место, где оживают фантазии. На базе детской школы искусств номер два на протяжении нескольких лет работает мультипликационная студия «Кадрики». Ее воспитанники учатся создавать интересных персонажей и декораций, а затем используют неограниченные возможности анимации, чтобы воплотить в жизнь творческую идею. В новом учебном году студия «Кадрики» приглашает в свои ряды ребят в возрасте от 7 до 10 лет. В этом году детская мультипликационная студия «Кадрики» вновь объявляет набор детей от 7 до 10 лет. Здесь ребята вместе с педагогами учатся создавать анимационные фильмы, придумывают новых персонажей и декорации, которые постепенно становятся частью одной большой картины. Дальше они погружаются в съемку и снимают сам мультфильм. Это творческий процесс, который учит быть внимательным, аккуратным и учит усердию, потому что процесс длительный и очень интересный. Также ребята принимают участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, где занимают призовые места. Одним из последних стал фестиваль «Отличное дело-2018» в рамках проекта «Время активных людей», где саровчане стали победителями. Школа искусств номер два получила денежный приз, который потратит на приобретение нового мультипликационного станка. Это был проект семейной истории, и он предполагает съемку мультфильма родителей вместе с детьми. То есть дети совместно с папой, с мамой будут придумывать какую-то свою семейную историю. И потом из нескольких таких семейных историй мы сделаем один общий мультфильм. После окончания школы мультипликацией всех выпускников ждет очередная ступень – медиастудия, где ребята постигают азы журналистики, пишут статьи, создают газеты и ведут свой канал на ютубе. Мед – лекарство от ста болезней. Об этом знали еще древние мудрецы. Всего одна ложечка этого полезного лакомства в день укрепит ваш иммунитет и обеспечит надежную защиту от болезней в сезон простуд. А еще мед полезен для суставов, внутренних органов и даже для кожи. Многообразие его вкусов позволит каждому найти для себя свое лакомство. Ну а в широчайшем ассортименте мед традиционно представлен на ярмарке «Медовая феерия», которая начала свою работу в Ледовом дворце. Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Ледовом дворце. С 23 по 26 августа там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Конечно, на ярмарке вы найдете и традиционный мед. Липовый, майский, цветочный, высокогорный и мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. В канун осени сезона простуд и вирусных заболеваний самое время позаботиться о своем иммунитете. И тут на помощь придет мед с продуктами пчеловодства. Например, хорош для профилактики прополисный мед. Мед диких пчел также содержит в себе продукты пчеловодства. Соты, пергу, пыльцу. Он, кстати, представлен и в фильтрованном варианте. Ну и, конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце с 23 по 26 августа с 10 утра до 7 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!